Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачной Радости со Светланой. В своем сегодняшнем видео я расскажу о том, как срочно необходимо прищипнуть петунью первый раз. Первая прищипка петуньи. Моя петунья посажена, посеяна 4 февраля. На сегодняшний день ей один месяц, три недели от момента посева. Ну, от момента всходов чуть меньше. Петунья развивается очень по-разному. Вы видите, что стоит она у меня очень скучно, и поэтому тянется. И я некоторые петуньи очень сильно упустила. Ну, некоторые я просто хочу еще начеренковать, поэтому немножко подождала, но лишнего явно. Есть гармонично развитые петуньи, которые пока не требуют прищипки. Вот, например, эта петунья. У меня все петуньи ампельные. Это серия Wave, просто Wave. Посмотрите, она уже от основания дала боковые побеги, которые очень хорошо развиваются. Центральный побег пока совершенно не вытянут, но скоро он подтянется и даст цветочную почку. И я его тоже прищипну. Потому что сколько ни убирай цветы, они снова и снова будут формироваться. Поэтому я немножко подожду, сниму здесь черенок и уберу. Именно срежу. А эти вот боковые побеги, это уже будет второй этап прищипывания. Когда они вырастут на 2-3 междоузли, я у них тоже обрежу верхушку. Чтобы они вот кустились дальше из своих междоузлей, которые у них сформировались. Чтобы дальше тоже пошли боковые побеги. И вот иногда я на такой стадии больше петунью дальше не формирую. Ну 2-3 раза обрезаю и достаточно. Есть петуньи, которые сформировались просто плохо. Не то слово плохо. Вот, например, это будет никакого не будет шарика. Это будет просто палка. Потому что она почему-то в основании этой петуньи не образовала боковые побеги. А образовала их дальше. Вот здесь я ее обязательно обрежу. И сделаю это опять же на 2 междоузлия. Можно обычными ножницами, можно ножницами специальными садовыми. Я вот сделаю это вот здесь. Вот в этом месте. Вот такую длину обрежу. И сделаю тут 2 черенка. Вот таким образом. Все. Петуньи обрезать нужно тогда, когда они у вас влажные. И полили вы их примерно день-два назад. Вот сейчас она из боковых побегов эти начнут активно расти. Потому что основную силу забирал центральный побег. И появится вот здесь вот тоже появится. Потом я прищипну те вот эти боковые побеги. И будет шарик, который нам нужен. Следующая петунька. У нее тоже интересная ситуация. У нее и боковой побег уже готов цветочную почку выпустить. И развился. Видимо, лучше всех освещался. Вернее, центральный побег готов цветочную почку выпустить. Извините. И боковой один побег развился. Уже вот такой длинный. И есть плохо развитые боковые побеги. Ну, не плохо, а недостаточно по сравнению с этим побегом. Ее тоже нужно обязательно. Обязательно. Вот таким вот образом я обрежу центральный побег и обрежу боковой побег. Все это на два-три междоузлия. Вот таким вот образом. Вот. Все. И будет у меня тоже здесь два череночка. Вот таким образом. И еще один случай. Здесь у нас очень высоко уже ушел от основного, значит, вот, от основания стебель главный. И тоже вот он готов формировать уже цветочную почку. Здесь эти боковые побеги, они развиваются. Один тоже, видимо, был лучше освещен, получше развит. И вот остальные еще пока в зачаточном состоянии. Я обрежу центральный побег таким образом, чтобы два-три междоузлия осталось. И обрежу немножко позже, обрежу у этой питуньки боковой побег, чтобы взять черенок. Пока еще он немножко маловат. Вот таким образом я все и все свои питуньи просмотрю. Думаю, что вполне достаточно вот этих трех случаев. Понятно, что обрезать нужно тогда, когда питунья полита день-два назад. Это раз. Второе. Значит, на два-три междоузлия обрезаем. В зависимости от того, как у вас развита питунья. Ну и второй раз будете обрезать тогда, когда боковые побеги выросли, уже уходят за пределы горшка значительно. Их тоже обрезаем. Если нужно на черенке, если нет, то просто обрезаем верхушку для того, чтобы они тоже дали боковые ответвления. Вся эта процедура требует через несколько дней обязательной подкормки. Потому что для того, чтобы растением активно начать расти после обрезки, но не сразу, не сегодня, а через несколько дней, когда подсушится вот эта вот точка обрезания. Комплексное минеральное удобрение я использую. Это может быть бонафорта. Бонафорта сухое. Бонафорта из вот таких вот бутылочек. Это, правда, не питунья, а серия здоровья. Вот серия красота бонафорта. Мне очень нравится. Фертика – хорошее удобрение. Акварин – да какое угодно. Главное, чтобы оно было комплексное. Ну и еще очень важно для того, чтобы питунья во все стороны развивала красивый такой шарик, нужно расставить, чтобы эти питуньи вот не стояли так плотно, как стояли у меня, и все повытянулись. Их нужно расстановочку сделать, чтобы они равномерно освещались. Вот такие вот мои советы по обрезке питуньи. И успехов вам, красивых цветников, всего доброго. Будьте здоровы!